Захотелось просто развернуться и уйти. Я просто бегом бежала от этого дома. Всё, извините, но я домой. Ладно, я буду вас снимать. На видео, фото я не умею. Итак, сегодня это бакстрич. Как мы... Чё хотите нас снимать? На студии. Я до этого, конечно, была в заброшках, но это место, там дело не в обшарпанных стенах, не в старых вещах. Там какая-то странная, пугающая атмосфера. На этой заброшке был какой-то полумрак, и поэтому постоянно казалось, что за углом кто-то прячется. Я в эту паранормальную чушь не верю вообще. Но когда мы зашли туда первый раз, захотелось просто развернуться и уйти. Настолько было неуютно, жутко. Мне было не по себе. Самое жуткое – это подвал этого дома. Мы снимали там уже в самом конце. Там очень странный запах, и живут какие-то белые уродливые пауки. Все признавались, что слышали странные звуки. Даже режиссер и оператор. В одной из сцен нам нужно было с аппетитом есть. В таком жутком месте. Но тяжелая пчерская судьба, и нам приходилось выполнять поставленную задачу. Обычно процесс выживания в роль очень тяжелый и сложный. Но в заброшке играть страх, который испытывала моя героиня, было просто ненужно. Я сама жутко боялась. Андрей, где ты? Андрей? Мы с Дашей несколько раз замечали, что вещи, которые мы оставляли точно на этом месте, на следующий день оказывались абсолютно на другом. Хотя у режиссера был ключ, и мы запирали дом перед уходом. Ребят, тут кто-то был ночи. Блин, сказать, что мне там сразу не понравилось, это ничего не сказать. Максим, там, кажется, кто-то есть. Это здание заброшено. Вы просто не представляете себе наше обличение, когда мы выходили на улицу. Сразу и дышать легче, и мысли позитивнее о голове. А там? А там так и хотелось сказать. Все, извините, но я домой. Еще раз. Если честно, то эта мысль не раз возникала у меня в голове. Мы все шутили друг над другом, пытались напугать, но так по приколу, чтобы отличиться от всех этих навязчивых мыслей. Нам всегда казалось, будто там кто-то был, помимо нас. Голубок повесился! Пашки, это из мяса петуха. Что? Когда петух было из горячей? Стопи! Да, ха! Вот как объяснить такую фигню? Батареи были всегда горячие, то есть дом отапливался. Но нам всегда было настолько холодно, это было очень странно. Наши герои по сценарию остаются ночевать в заброшке и спокойно спят нам всю ночь. Я вообще не представляю, как бы я на такое решился. Однажды мы задержались допоздна, и тогда я поняла, что днем в этом доме просто неприятненько. Но когда там начало темнеть, я просто бегом бежала от этого дома. Вот, вспомнил такой случай. Однажды мы пошли в магазин недалеко от заброшки, и продавщица нам там сказала, это вы снимаете вот в том проклятом доме. Вот это нас очень сильно напрягло. Я играла дочь олигархов, меня звали Лиза, и я была недовольна тем, что мои родители мало времени мне уделяют из-за их тяжелой работы. Офигеть! Сколько тебе дают на карманы? Какая разница? Интересно просто. Ну, пять, иногда десять тысяч. Нормально. В месяц? В неделю. Моего персонажа зовут Женя. Она сбежала из дома, потому что родители сделали ее нянькой для младшей сестры. Она у меня действительно очень ответственная, очень смелая. И я не уверена, что я смогла бы быть такой же и преодолеть столько же, сколько и она. Не уйдешь, значит? Все-таки нравится нянчиться со плюхами. Да, нравится. Пожалеешь. Мой персонаж зовут Андрей, и он становится первой жертвой призраков. Я считаю, это очень несправедливо по отношению к нему. Как вы сюда попали? Наконец-то кто-то пришел. На репетиции мне объяснили, почему моя героиня согласилась на это. Ну, вроде все понятно, дома проблемы. Но оказавшись там, я поняла, да ни за что бы я не сбежала туда. Лиз, все, не могу говорить. Слушайся Инну. До связи. До послезавтра. Все, пока. Когда я узнала, что буду играть призрака, я испугалась. Но ничего, потом вошла во вкус, и было очень интересно. Возможно, это покажется странным, но мой персонаж на самом деле довольно драматический, и ему можно даже посочувствовать. Ты врешь. Если бы ты любила маму, папу... Я люблю. Если бы любила, не сбегала бы. Мой персонаж больше всего взаимодействовал с призраками, так как я по сценарию подружилась с девочкой-призраком. И когда у нас с ней были совместные диалоги, Алина так хорошо выполняла свою задачу, что мне действительно становилось жутковато. Юля, а что с тобой случилось? Не хочу говорить. Я сыграла роль Мирославы, это девочка, у которой очень строгая мама. Мирослава пошла в протест и сбежала из дома. Раскрою секрет, что в данной сцене я сыграла со своей собственной мамой на одной площадке, и это был первый такой опыт. Я считаю, что сцена получилась очень реалистичной, хотя в жизни моя мама совсем не строгая. Немедленно сотри всю косметику. Ты выглядишь как кукла. Моего персонажа зовут Рома. Он сбежал, потому что его достала деревенская жизнь и он захотел каких-то приключений, но потом очень сильно пожалел о своем поступке. Мак, пойди в сериал смотрят. Акулы, извиня, уже широчи хотят. Мама, есть если часы я могу там. Себегут? Хорошо, пишем. Начали. Я снимаюсь, я сниму. Ну, здесь.